Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная распаковочка очередной посылки от производителя. В нем, точнее в ней, в посылке мы увидим два смартфона. Это новое видео на канале. Мы начинаем. Поехали! Где купить выгоднее? Smarty Sale! Только у нас есть возврат части денег из любимых магазинов. Для этого нужно пройти регистрацию. Совершить покупку в любимом магазине Получить кэшбэк Радоваться и делать покупки снова и снова Итак, настала весна, друзья. Поздравляю вас с новым временем года и, соответственно, новые посылочки. Давненько нам производители ничего не присылали. У меня на канале существует плейлист, называется «Социальный смартфон». И это, как раз таки, попадет в рубрику именно этого проекта. Здесь находятся смартфоны в количестве двух штук производителя Micromax. Что мы знаем об этом производителе? Мы знаем, что, в принципе, этот производитель хорошо держится на плаву за счет того, что они конкурируют с такими брендами, как Fly, Highscreen, но при этом позволяют еще немножко сэкономить денег и получить, в принципе, те же технические характеристики. Это видео не для тех, кто говорит, ой, я за эти деньги куплю там Дуги в Китае или добавлю и куплю Xiaomi. Нет, друзья, это совсем другая история. Это для тех, кто хочет пойти в магазин и не знает, что приобрести здесь и сейчас с официальной гарантией год и так далее, и так далее. Итак, ну что ж, два смартфона. Конечно же, первое видео будет про первый смартфон, наименьший, скажем так, ценовой категории. Курьерская доставка на территории всей Российской Федерации. Ссылочки на товар, как всегда, будут в описании под этим видео. Как мы видим, все достаточно хорошо пакуется. Не только для СМИ, не только для блогеров, но и вообще, в целом. Всегда упаковка у достаточно бюджетных компаний, в принципе, не грешит, потому что вот так вот доставляют по России, доставляют курьерам. Ну и сами знаете, как доставляет тот же Gearbest, хотя, в принципе, говорят, что они исправились. Но пока я этого исправления особо не видел, и у меня все посылочки, которые... Я в последнее время оттуда не заказываю, если что-то только пришлют на обзор. Почему? Потому что, во-первых, долго, во-вторых, мне не нравится, как они упаковывают. Ну что ж, придется разрезать. Не хотел, но придется, потому что так мне не достать. Что ж, рассказывайте, как у вас прошел 23 февраля, 8 марта. Мне будет очень интересно почитать в комментариях, потому что для меня это были очень тяжелые времена. Я, к слову, попрощался навсегда со своим отцом, как говорится. Но это не для этого. Видео снимаем не для этого. Ну что ж, все абсолютно новенькое. Все абсолютно новенькое. Два смартфона. Оба в золотистом цвете. Я люблю таких производителей, потому что, во-первых, они знают себе цену. Они знают, что они не могут выйти на рынок с достаточно высокой конечной ценой. Но при этом они стараются угодить нам во всем. Перед нами два смартфона компании Micromax. Сейчас вот этот смартфон мы, пожалуй, сейчас вскроем. По-моему, да, этот смартфон. Нет, не этот, а следующий. А этот смартфон будет отдельное видео, если... Да в любом случае я выпущу. Вы просто поставьте лайк в 20-30, и я буду доволен как слон. А если поделитесь и расскажете своим друзьям, я вообще буду очень мега рад. И у нас есть болт. Слушайте, друзья, подождите. Я сейчас посмотрю. Модель 404 нам надо первой открыть. Попросили открыть модель 402, по-моему. Вот, 4202. Вот эту модельку мы откроем первой. А это какая у нас модель? А это 4251. В принципе, по техническим характеристикам они мало чем отличаются. Единственное, что в этом у нас батарейка на 4000 мАч. Оба этих смартфона поддерживают LTE-сети. Этот в стороночку. Мне нравится. Давайте поподробнее рассмотрим упаковку. В принципе, вам не нравится, когда смотрите. Обзорчик говорит про распаковку. Тем более, мы уже 4 минуты, а смартфоны все еще так не открыли. Не нравится, не смотрите. Всех, кто смотрит, я очень сильно уважаю и благодарю. E-mail номера. Краткие технические характеристики. Четырехъядерный процессор. Пятидюймовый IPS-экран. К сожалению, HD-разрешение. 8 ГБ постоянной памяти. 1 ГБ оперативной памяти. Скажем так, так себе камеры. На 5 Мп и 2 Мп. Есть, конечно же, сети Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Также этот смартфон поддерживает LTE-сети последнего поколения. Сенсоры. Всевозможные, что здесь установлены. Android 6-й версии. Ну и, в принципе, вот если, к примеру, вы хотите подарить кому-то смартфон, это как раз-таки относится именно к категории пошел, купил и забыл. Microsoft. Microsoft. Micromax Bolt Warrior 2. Ну что ж, давайте открывать. Долго я разговаривал, но мне хотелось поговорить. Я вас, друзья, давно не видел. Как же это открывается, а? Ну что ж, недолго мучился, скажем так. Просто надо было немножко поддеть. И, собственно, сам процесс открытия коробки действительно приятно. Смартфон стоит. Напомню, если я не говорил. А я, по-моему, говорил. Между прочим, на секундочку, 5 990 рублей. Да, многие из вас сейчас скажут. Эй, Паша, чувак. Так, я добавлю еще 30 долларов и возьму Xiaomi. Закажу, подожду 2-3 недельки, он приедет из Китая. Я скажу, да, в принципе, не вопрос. Та-да, смотрите, какая красотища. Красотища на самом деле хорошая. Почему такие смартфоны имеют право на существование? Да все очень просто. Такие смартфоны сделаны для, я не устану повторять, для тех категорий людей, которые на самом деле очень сильно хотят купить здесь и сейчас. И при этом хотят сэкономить. 5 990 рублей, и вы получаете смартфон. Слабые места, сразу отвечу, это батарейка. Конечно же, количество оперативной памяти. Но у нас не слабый комплектик. Что мы получаем за эти скромные деньги? Мы получаем зарядное устройство. Я думаю, что это 5 вольт, 1 ампер. Все очень красиво упаковано. Зарядный кабель, microUSB, USB. У нас также присутствуют за эти деньги наушники. Вот знаете, попахивает новизной. Вот новая коробка, запах свежей полиграфии. Конечно же, это наушники на первое время, но они здесь есть. Это наушники-гарнитурка, если я не ошибаюсь. Да, присутствует у нас микрофончик. Здесь, по-моему, у нас батарейка. Да, батарейка присутствует также в коробочке, потому что крышечка у нас съемная. В принципе, сам смартфон находится справа. Здесь есть наклеечки. И не только наклеечки, друзья. У нас есть вот такие вот прикольные стикеры. Есть гарантийные обязательства. А гарантия на территории всей Российской Федерации. Продается это все через интернет-магазин компании Micromax. Гарантийный талон, руководство пользуется, инструкция пользователя. Также нам производитель положил защитную пленочку. Да, это защитная пленочка, но первое время, в принципе, пойдет. Очень хорошо, что за нас подумали об этом. Друзья, за эти деньги просто очень хорошо. Не думайте, что я там как-то лобызаю перед вами. Не хотите, не берите, но мне, в принципе, по первичным характеристикам смартфон понравился. Смарт понравился, потому что стоит недорого и имеет неплохие технические характеристики. Все это мы убираем и, соответственно, распаковываем сам смартфончик. Сам смартфончик у нас выглядит следующим образом. Здесь все в заводских пленочках. Прям никто. Ну, вы видели сами, коробку я при вас открывал. Она вообще девственная была. Достаем сам смартфончик. Прикольно. Черный такой. Я даже скажу, почему он мне уже нравится. Он мне уже нравится, потому что имеет металлическую заднюю крышку. Матовый, прорезиненный. Вверх, вниз. Это не пластик. Крышка у нас, как выясняется, съемная, потому что аккумулятор-то лежит отдельно. Крышка, поэтому она съемная. Сейчас аккуратненько крышечку снимаем. Сам телефон без аккумулятора практически ничего не весит. Я попросил черный телефон на обзор, и мне, в принципе, прислали черный телефон на обзор. Как раз мы посмотрим, что мы видим под крышечкой. Под крышечкой у нас два слота под микросим-карты, слот под микросд. Здесь, конечно же, один радиомодуль, поэтому карточки будут работать попеременно. Есть везде логотипы, даже на батарейке. К сожалению, батарейка на 2000 мАч. И тут, в принципе, сомневаться не стоит, что она 10 мАч. Смартфон сам по себе, вообще компания Micromax сама по себе на рынке уже, поправьте меня, но, по-моему, в районе 5 лет. Я слышу о ней от Ильдара Муртазина, я слышу об этой компании от других техноблогеров. Поэтому, в принципе, не стыдно о ней рассказывать. Так, сейчас мы снимем транспортировочную такую красивую оранжевую пленочку, но посмотрим на саму крышку. Друзья, я рассматривал смартфоны Fly, рассматривал смартфоны High Screen. И, в принципе, везде более-менее всё сделано качественно. Здесь же хочу обратить ваше внимание, я к этому дня готовился, и я делаю всё, как говорится, прямо из-под ножа. Всё, что вижу, то и говорю. Отражатель, соответственно, для того, чтобы у нас не шёл, вернее, точнее, определённо распределялся, распределялось тепло. Может быть, это какая-то зарядка, нет, это скорее всего просто отражатель от батарейки, чтобы тепло распределялось по задней крышке равномерно. Даже вот это вот место под камеру и под вспышку сделано с обратной стороны. То есть, внимание к деталям. Я нигде не вижу такого жёсткого китая. Здесь кнопочки у нас всё очень оригинально сделано. Поэтому, в принципе, вот с таких вот мелких моментов начинается понимание, что думает производитель о своём пользователе. Сразу говорю, что телефон в руке лежит очень удобно. Диагональ 5 дюймов. Для меня идеальная диагональ – это 5,2 дюйма. Здесь ровно 5. В принципе, большой палец попадает под сразу кнопочку включения-выключения. Ну что ж, друзья, подошёл тот момент, когда надо снять эту красивую транспортировочную плёнку, где написано Android Marshmallow – новейшее программное обеспечение. Круто. Снимаем. Опачки. С кайфом снялся. Как будто бы, знаете, с дорогого устройства. И что мы видим? Перед нами 5-дюймовый IPS-экран. Конечно же, у него будут не экстремальные углы обзора. Конечно, где-то в каких-то цветах он будет привирать. Впереди у нас разговорный динамик, всевозможные датчики, скорее всего приближения. Двухмегапиксельная передняя камера для селфи. Достаточно большие подбородок и надбородок, как говорят на кедрком. Сзади у нас пластиковые вставки сверху и снизу. Сама крышечка у нас в основном – это металл. Кнопки все металлические. Имеется очень интересный логотип. Вот такой вот Micromax в виде, я не знаю, это Dai 5 или это кулак. Я не знаю, что это такое. Сверху 3,5 джек, снизу микрофон, разъемчик под microUSB. В принципе, больше ничего у нас нет, да и не должно быть. Имеется пластиковая окантовочка для того, чтобы вы клали телефон. И при этом, если вы, соответственно, юзаете вот таким вот образом, у вас это все дело не царапалось. Друзья, ну, первое впечатление от эстетики, от того, как нам предподносят смартфон за 5 990 рублей. Крайне положительный. Мне все очень нравится. Android загружается, и сейчас посмотрим первые впечатления от прошивки, от быстродействия. Хватит ли ему оперативной памяти. Ну и первое, что мы видим, это дисплей. Дисплей имеет достаточно широкие рамки. То есть из всей полезной площади 5-дюймового экрана получается, ну, если в идеале 4,7 диагональ, то это дай бог. Сразу же хотелось бы акцентировать на этом внимание. Если бы производитель думал о том, что в первую очередь, может быть, чуть-чуть ставить подороже экранчик, но при этом, чтобы он был, скажем так, полностью покрыт вся площадь. Конечно же, эти технологии стоят денег. Но на примере King 7 мы видим, что там 2К экран за 100 долларов. Никаких проблем нет. Но имеем то, что имеем. Конечно же, присутствие олеофобного покрытия. Могу подтвердить, оно здесь есть. Не знаю, каким он будет в дальнейшем, но оно здесь есть. Стандартные настройки 6-го Android. Давайте посмотрим по звуковую уведомлению. Мне нравится, что здесь ничего не перерисовано. То есть Android, можно сказать, голый. Так, лингтончики, послушаем. Я как понимаю, это максимум. Да, это максимум. Вы знаете, да, конечно, звук, он такой немножко пластиковый. Пластиковый. Вопросов нет. Это, конечно же, не топ-устройство. Не со встроенным ЦАПом. Но он громкий. Он громкий. Он на твердую четверочку с минусом. На твердую четверочку с минусом, если есть такое понятие. Звук посмотрели. Но, конечно же, разговаривать здесь о какой-то камере для того, чтобы... Хотя нет, друзья. Да, полноэкранный режим окей, да. Окей. Смотрите, сейчас хорошее освещение. Горят два софтбокса. И то, что я вижу в камеру, точнее в телефон, произведем снимок, нет, достаточно долго фотографируют. То, что получилось у нас при хорошем освещении, в принципе, это, конечно же, не показатель. То есть мы что тут можем видеть? Мы тут ничего не можем видеть. Но для камеры, для того, чтобы сфотографировать, как в этих случаях все говорят, на бегу, в принципе, неплохо. 5 Мп, они честные 5 Мп. Есть вот такие вот настройки в самом приложении камера. Я это все более подробно изучу. И если вам действительно интересно, то мне просто интересно. Вот мне неудобно, когда так делают. То есть, смотрите, для того, чтобы мне выйти с этого, мне надо навигационные клавиши достать из-под окошечка камеры. Иногда, конечно же, это тратится какое-то определенное количество времени. Не всегда удобно. Предустановленные приложения от Гугла. Конечно же, они здесь все есть. Есть пару приложений. Почему-то магазин Байон здесь закачан. 2GIS, нужное приложение. Я сразу поправку делаю на то, что нет предустановленных приложений. Это голый Android. Предустановленные приложения есть. Немножко видоизмененный Android в плане перерисовки иконок под свой, скажем так, под свою тему. Но все нормально. То есть, да, это все удаляется. Удаляется даже на ваших глазах я, наверное, попробую удалить. Ну, давайте вот Cutter Run. Cutter Run, я не, например... Или вот это вот. Это удаляется. Удалить приложение можно. Приложение удаляется, никаких проблем нет. Друзья, ну что ж, что я могу сказать по первым впечатлениям о смартфону Micromax 4202. Смартфон, который стоит 5 990 рублей. Я не знаю, есть ли смысл делать полный обзор на этот смартфон. Если действительно соберется более-менее хорошая активность под этим видео, я непременно сделаю отдельное видео про этот смартфон. Основные ставки я делаю вот на этого красавца с 4000 батарейкой. Уже с неплохими техническими характеристиками. Хотя здесь тоже 1 гигабайт оперативной памяти. Немножко другой процессор. Причем они нигде не указывают, какой именно этот процессор. Но мы посмотрим с вами с помощью стороннего софта. Мне смартфон очень понравился внешне. Для меня этот смартфон действительно хороший вариант для тех, кто пойдет в магазин и просто его купит. Если вы себе ищите что-то за 6000 рублей, не хотите заказывать в Китае, обратите свое внимание на данную модельку. Ну что ж, друзья, большое спасибо, что досмотрели видео до этого момента. С вами был Павел с канала Gadgetmania. Конечно же, подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые видео, которые я пообещаю, что весной 2017 года я буду выкладывать с регулярной основы. Вообще по плану 2 видео в неделю. Большое спасибо, что действительно поддерживаете. Те, кто поддерживает, большой респект. Те, кто, соответственно, подписанно не смотрит, горите. Сами знаете где. Совсем скоро увидимся. А, не забыл сказать про социальные сети. Конечно же, Twitter, ВКонтакте. Хотя вы не подписываетесь. А если подписываетесь, то вы не активны во всех социальных сетях. Поэтому, наверное, нет смысла об этом говорить. Ну и пользуйтесь сайтом Gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Там вы найдете промокоды, скидки и так далее, и так далее. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Достаточно длинная распаковка. Пока-пока.